Авиакатастрофа в Казахстане Самолет компании «Бекэйр» с сотни пассажиров на борту упал возле аэропорта Алматы, CNN, США Адам Рентон, CNN, США 27 декабря 2019 года Как минимум 15 человек погибли, когда утром в пятницу самолет с 95 пассажирами и 5 членами экипажа на борту упал вскоре после взлета поблизости от Алматы в Казахстане По данным авиационных властей Алматы, самолет при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, после чего столкнулся с двухэтажным зданием примерно в 7.22 по местному времени Самолет «Фолкер-100», летевший рейсом за 2100, эксплуатируется казахстанским авиаперевозчиком «Бекэйр» Он должен был вылететь из Алматы, крупнейшего города страны, в столицу Нур-Султан Казахстанские государственные СМИ со ссылкой на Министерство внутренних дел сообщают, что во время крушения погибли как минимум 14 человек, а 9 человек, включая шестерых детей, были ранены Их доставили в близлежащие больницы для лечения Данные, предоставленные в «Флектродар-24», свидетельствуют, что самолет упал через 19 секунд после взлета примерно в 5 километрах от аэропорта На видео и фотографиях, сделанных на месте крушения возле деревни Козылту, видно, что поврежденный самолет развалился на несколько частей, а его нос застрял в маленьком, частично разрушенном здании Части фюзеляжа казались относительно неповрежденными, что внушило надежду, что многие из тех, кто был на борту, пережили первый удар На месте происшествия можно увидеть спасателей, эвакуирующих пассажиров и членов экипажа О пожаре после крушения не сообщалось Причины и обстоятельства инцидента расследуются, говорится в заявлении Комитета гражданской авиации страны, опубликованном в интернете Власти заявили, что в качестве меры предосторожности до выяснения всех обстоятельств крушения временно приостановят полеты всех самолетов Фокер-100 Фокер-100 – это среднего размера реактивный самолет с двумя турбовентиляторными двигателями, которые часто используют для перелетов на небольшие расстояния Президент Казахстана Касам Жамар Такаев в Твиттере выразил соболезнования семьям пострадавших и заявил, что все виновные в аварии понесут строгое наказание в соответствии с законом Выражая глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы Сегодня утром, 27 декабря Пострадавшим будет оказана помощь Создана правительственная комиссия во главе с А.Мамином Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом Касам Ямар Токаев, Собака Токаев Кс 27 декабря 2019 года Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...